Всем привет! Шавкат Рахмонов наконец-таки будет драться против очень серьезного парня из UFC на UFC Fight Nights 200 уже 5 февраля. UFC повысили статус Шавката Рахмонова и на это есть, ну по мне, вот показывают две причины. Именно об этих двух причинах мы сегодня и поговорим. Всем салам алейкум, с вами Сула, наш боец, приветствую вас, джентльмены. Ну, во-первых, как я уже и сказал, 5 февраля у Шавката по-настоящему проверка на прочность. Теперь уже не будет слабых соперников, как до этого, там, да, Чарльза Ливера и Мишель Прозарос, бразильцы. Один, вот крайний его соперник, не выходил в клетку практически два года и вышел против Шавката Рахмонова, а, друзья мои, даже в реалиях казахстанского ММА. Полгода без клетки, полгода без подготовки, да, без серьезных боев. Все, до свидания, салам алейкум. Что говорить о UFC? Я говорю конкретно про Мишель Прозароса, который в первом же раунде поймался на сабмишн и был вынужден капитулировать. Что говорить о, к примеру, том же Алекс Оливера? Просто обратите внимание, друзья, на три крайние схватки Алекса Оливеры. Он во всех трех схватках проиграл. Сначала проиграл Шавкату Рахмонова и потом дальше еще двум соперникам. И, кстати говоря, предпоследняя его схватка, также он ее проиграл сабмишн, удушением и также в первом же раунде. Это говорит, я опять же говорю, почему я, друзья, допустим, намекаю, на что я намекаю, то, что все-таки два крайних соперника для Шавката Рахмонова, как и, в принципе, все соперники в его карьере, кроме Фаридуна Адилова, были посредственными бойцами. Давайте говорить честно, да? М1 Глобал не смогли Шавкату предоставить серьезного соперника. Не смогли. Но, к чести самого Шавката Рахмонова, стоит, конечно же, подчеркнуть тот факт, что со всеми своими соперниками Шавкат разбирался очень-очень быстро, профессионально и как настоящий чемпион. Не встречая каких-либо проблем, не встречая каких-либо серьезных препятствий, либо вопросов, на которые он не мог бы ответить, так скажем, да, ответом в ребро. Расправлялся как настоящий чемпион. Но, единственное, да, то, что в 2018 году, да, я еще раз хочу подчеркнуть, его соперник, да, Фаридун Адилов, вот он действительно ему создал, так скажем, серьезную оппозицию, был таким соперником, с которым Шавката было трудновато. Это был практически единственный боец, который Шавката одним ударом, не то, что посадил на жопу, вообще, в принципе, его спина коснулась канваса. Это факт, но даже с Фаридуном Адиловым Шавкат совершил технический нокаут. Дальше у него соперники, друзья, они не дотягивали до уровня самого Шавката. И не было у него достойного соперника. Именно поэтому я всегда говорил, то, что мы пока не знаем, на что способен Шавкат Рахмонов, каков его действительно потенциал. Когда мы это все узнаем, когда будет действительно достойный соперник. Соперник, который умеет драться, у которого мышление чемпиона, у которого серьезный также запас прочности и хороший опыт. Вот тогда мы узнаем, насколько силен и прочен наш Шавкат Рахмонов, друзья. Это то, что касается прошлой карьеры. И также, если говорить о причинах, по которым я считаю, что UFC подняли статус самого Шавката Рахмонова, это, конечно же, его будущий соперник Карлстон Харрис. Посмотрите на его статистику, друзья. 17 побед и только 4 поражения. Из 17 побед 5 нокаутов, либо технических нокаутов. 5 сабмишинов. И 7 схваток он одержал за счет решения судей. Из поражений. Одну схватку только в далеком. В 2018 году он проиграл за счет технического нокаута. И 3 схватки было им проиграно за счет решения судей. Но это было действительно по решению судей очень-очень давно. Практически все его схватки заканчиваются либо в первом, либо во втором раунде, друзья. Он уже провел в рамках UFC 2 схватки и в обоих оказался сильнее. Обе схватки были выиграны в первом же раунде. Одна техническим нокаутом и одна сабмишином. Он очень опытный и сильный боец. Провел также вот две схватки в Шотобразил. А это один из самых сильнейших мировых промоушенов, друзья. В Бразилии считается, что он действительно очень такой весовой. И если ты становишься чемпионом, либо побеждаешь в Шотобразил, это дорогого стоит. Да, его возраст, он на 7 лет старше, чем Шавкат Рахмонов. Ему 34, Шавкату 27. Но это все-таки не умиляет его достоинств. Я опять же подчеркиваю, друзья, он сделал две победы в UFC. А это уже говорит о многом. Следующее, что говорит, допустим, почему я считаю, вот вторая причина, почему, как мне кажется, UFC подняли статус. Это, конечно же, тот факт, что они перенесли поединок Шавката Рахмонова и вот Карлстона Харриса с прелимов в мейнкэр. Объясняю популярно, что это означает, чтобы вы понимали, да, насколько статус велик. Обычно каждый турнир, да, по ММА длится, ну, в среднем от 4 до 6 часов максимум, друзья. Половину этого карта, там, допустим, если 12 боев, вот половина, там, 6 поединков, это прелим. В прелимах участвуют бойцы, которые только-только начинают свой путь в этой организации. Либо бойцы, которые несколько раз, так скажем, подряд или вот несколько раз проиграли. Либо бойцы, которые, ну, их статус, их рейтинг слабоват, слабоват, понимаете? И, по большому счету, что происходит, да, вот, допустим, даже если идет, допустим, турнир 4,5-5 часов, около 2 часов занимают именно прелимы. Народ начинает собираться после прелимов на мейнкарт. Сами эти прелимы и UFC, к примеру, и ACA, в особенности ACA, иногда даже UFC, они дают их смотреть бесплатно всем, понимаете? А вот уже мейнкарт, основной карт, вот здесь вот уже деньги. Вот здесь вот вам нужно уже заплатить, чтобы посмотреть это. Потому что в мейнкарде топовые бойцы, бойцы, не то, что как минимум, очень много бойцов, которые там участвуют из топ-10. И это очень интересные схватки. И, конечно же, в мейнкарде всегда у нас поединок за чемпионский пояс, либо со-главное событие, предпоследний и последний поединок этого ивента. То есть мейнкарт, это очень-очень круто. Обычно, вот я говорю же, когда вот зрители собираются, там если 4-4,5 часа идет, можно смело приходить, если в 6 начинается, можно смело приходить в 8. И ты увидишь самое интересное. То есть вот о чем говорит это все. То есть UFC подняли статус. Шавкат Рахмонова, и теперь он уже в мейнкарде. В самом интересном, в самом-самом соке ивента. Это говорит о многом, друзья. Мы ждем, ждем и надеемся на победу нашего Шавката Рахмонова. Потому что от этого, конечно же, будет зависеть многое. Соперник действительно силен, соперник опытен. И соперник, самое главное, умеет побеждать. Графа победы и графа поражений говорят сами за себя. Так что это вот тот человек, тот, так скажем, боец, который уже однажды упал, споткнулся, но нашел в себе силы подняться и идти дальше. Вот так вот, друзья. Будем наблюдать. Не забываем, это произойдет 5 февраля. Что вы думаете об этом все, друзья? Давайте пообщаемся, только без оскорблений. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Аливердарчи. Продолжение следует. Продолжение следует...